То есть аудиторы имеют право, не говоря вам, прийти и посмотреть, как бы производить продукты питания. Консультанты помогают. Вообще, кто такой консультант? Это люди, которые помогают легче выстроить бизнес. То есть это эксперты какой-то области, они приходят, ну вот бизнесмен приходит, открывает свой бизнес, да? Но он же не может быть профессором всех наук. Когда у нас был один заказ, ИСО 9001 внедряли мы в заводе по производству лампочек, первый вопрос, который я поставила, где у нас инструкции по утилизации энергосберегающих лампочек? Потому что его в мысорку выбросить нельзя в открытую, потому что от него идут раковые заболевания, да? Привет, это бизнес-среда от Академии Трёх Медведей. Меня зовут Зибота Джибаева, а мой соведущий сегодня – Фархот Холматов. Этот цикл мы пишем специально для малого и среднего бизнеса, при поддержке программы консультации для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. Сегодня у нас в гостях Фарзуна Тилава, основатель консалтинговой группы Камолот-1. Мы поговорим о внедрении систем управления качеством и зеленой экономики. Стандарты качества еще называют стандартами ИСО – Международной организации по стандартизации. Таджикистан является членом ИСО, и консалтинговая группа Камолот-1 занимается внедрением этих стандартов в различных компаниях частных. Фарзуна, давайте для начала объясним нашим слушателям, что такое ИСО, и если есть какие-то примеры, вы нам про них расскажете. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что меня сегодня пригласили. Очень приятно с вами познакомиться. ИСО – это Международная организация по стандартизации. Это Федерация национальных агентств по стандартизации. Эта организация является Международной организацией по разработке стандартов. Стандарты разные. На продукцию, на услуги, на систему управления. Консалтинговая группа Камолот-1 специализируется именно на стандартах систем управления. Система менеджмента качества – это система, которая призвана обеспечивать гарантированный выпуск качественной продукции или услуг предприятия, настраивать это качество на ожидании потребителей, заказчиков. При этом ее главная задача – не контролировать каждую единицу продукции, а именно предотвратить те ошибки, которые приводят к браку. То есть стандарты ИСО, они имеют свои требования. Если организации отвечают этим требованиям, то они могут сказать, что они выпускают качественную продукцию. Вот что такое ИСО. А стандарты разрабатывает именно международная организация? Либо каждая страна для себя все-таки определяет, какие стандарты? Стандарты являются стандарты компании, стандарты ассоциаций, стандарты страновые, стандарты региональные и стандарты международные. ИСО – это международная организация. То есть это организация, которая разрабатывает международные стандарты. Таджикистан является членом-корреспондентом ИСО, то есть мы можем брать эти стандарты, адаптировать и внедрять в наших компаниях. Но при этом Международная организация по стандартизации не даёт сертификатов. Да, вы правильно заветились. Сертификацией занимаются органы по сертификации, которые имеют аккредитацию. ИСО — это Международная организация по разработке стандартов, оно не занимается сертификацией. А кто выдаёт в Таджикистане сертификаты? В Таджикистане у нас есть орган по сертификации, это Таджик Стандарт, а также работают многие Международные организации по сертификации, которые имеют международную аккредитацию. Котируется наш сертификат? Да, тут очень правильный вопрос. Это зависит от того, куда экспортируют продукцию или услуги. Если экспортируется в страны СНГ, то Таджик Стандарт является членом МГС, то сертификат, который выдаётся органам по сертификации Таджик Стандарта, оно признаётся членами МГС. А если компания хочет выходить на более дальние страны, зарубежные, тогда нужно посмотреть, в какую страну какая продукция, и в зависимости от этого пригласить именно Международный орган по сертификации, который имеет международную аккредитацию. А что это за орган такой? Это органы, которые имеют право выдавать сертификаты по стандартам ИСО. То есть их должны аккредитовывать, то есть они должны иметь международную аккредитацию. Что такое международная аккредитация? Это орган аккредитации, который является членом Международного аккредитационного форума. А они где находятся? Они находятся, вот в каждой стране, сейчас по новым правилам, в каждой стране должен быть один орган по аккредитации. Например, в Германии их было 15, сейчас один международный орган по аккредитации в Германии. И они дают аккредитацию тем органам по сертификации, которые являются международными. Например, вот взять ТЮФ. ТЮФ – это международно признанный орган по сертификации, который имеет международную аккредитацию. Или, скажем, по лабораториям. Они же выдают протоколы испытаний. Для того, чтобы давать сертификаты, они должны иметь международную аккредитацию. Если аккредитованы стандартом ISO 17025, это означает, что они имеют право выдавать протоколы испытаний. Но вот этот орган аккредитации, если он является членом АйЛАК, это международная организация, тот протокол испытаний, который дает эта лаборатория, это означает, что во всем странах, которые являются членами АйЛАК, они признаются. А в Таджикистане лучше какую организацию, например, обратиться, чтобы получить сертификат международный? Или в каждую страну? Это зависит от того, куда вы вывозите свою продукцию. Зависит от страны, куда вы экспортируете. А у нас кто занимается? Только вы? Мы сертификацией не занимаемся. Наша консалтинговая группа, мы занимаемся разработкой и внедрением стандартов в соответствии со стандартами ISO. А потом уже приходят аудиторы, которые проверяют. Давайте я два слова расскажу, как вообще это делается. Этапы. Приглашаются специалисты, как мы, консультанты, потому что с самой компанией это делать очень нелегко. Есть компании, которые сами могут делать, но там есть специально подготовленные кадры. Но не весь бизнес может себе это позволить. Мы вот тут как раз приходим на помощь. Мы приходим. Этап разработки и внедрения, он состоит, во-первых, мы обучаем состав компании. Далее мы смотрим, какая у них система управления. Говорим, какие есть пробелы. Закрываем эти пробелы и начинаем разрабатывать эту систему управления. После этого компания начинает потихоньку внедрять. Мы тут рядом с ними, как коучи, как тренера. Мы рядом с ними. Мы вместе начинаем внедрять. Потом они проводят первый свой внутренний аудит. Это аудит, когда сама компания смотрит, соответствует ли он системе управления, которую он построил. Это первый аудит. Внутренний аудит. После этого приглашаются независимые аудиторы. Это аудит третьей стороны, когда приглашается сертификационный орган. Если они выходят из стран СНГ, то можно пригласить наш гостандарт, орган по сертификации. А если это какие-то дальние страны, которые за СНГ, тогда уже они смотрят, какой международный орган по сертификации, который имеет свой имидж, который имеет свою правильную аккредитацию. И они приглашают. Приходит независимый аудитор. Независимый аудит тоже проходит два этапа. Сперва аудиторы там на месте сидят, изучают по электронной почте всю систему управления, которую они построили. А потом происходит аудит на местах. Они приходят и оценивают, насколько ваша система управления соответствует тому, что вы написали на бумаге. То есть они смотрят, насколько это все соответствует требованиям стандартов ИСО. После этого, если есть какие-то моменты, которые несоответствуют, имеются, они дают время. Вы закрываете эти несоответствия и потом уже решение о выдаче сертификации. Сертификат выдаётся на три года по стандартам ИСО. Ежегодно нужно проводить инспекционный аудит. То есть тот аудитор ежегодно будет приходить и смотреть, как вы поддерживаете эту систему. После течения трёх лет срок сертификата заканчивается, и вы можете выходить на ресертификацию. А если мы плавно перейдём на пищевую безопасность, там есть более другие нормы, так скажем, требования. Например, ХАСП. Что такое ХАСП, да? ХАСП – это норма или, так скажем, стандарт комиссии Кодекс Алиментарис. Это международная организация по разработке стандартов в пищевой промышленности. ХАСП выдаётся на один год. Это управление опасностями в пищевой промышленности. То есть там берётся именно процесс производства, там идентифицируются все опасности управления этими опасностями, и в итоге должна выходить безопасная еда. То есть для того, чтобы не отравились. Там опасности, они разделяются на биологические, физические, химические. И вот сертификат на ХАСП выдаётся на один год. Почему? Потому что пищевой безопасности на три года, и это не система управления, это именно система производства. ХАСП сидит, норма ХАСП сидит в основе стандарта ISO 22000. ISO 22000 называется система менеджмента безопасности пищевых продуктов. То есть там есть норма ХАСП, это основа, а также вся система управления. Это управление бизнес-средой, это система управления, это аудиты, это корректирующие действия, это сотрудники управления, инфраструктура и так далее. То есть это система управления, а внутри в основе сидит норма ХАСП. Но при этом ХАСП вы должны обновлять каждый год. Нет, там если вы выходите только на сертификацию ХАСП, это только цепочка производства. А если вы выстроили всю систему управления, то вы уже получаете сертификат на ISO 22000. На три года. На три года. А ещё есть сегодня очень актуальная глобальная инициатива по общевой безопасности, ФСС 22000. Оно основано на стандартах ISO, то есть это ритейлеры всего мира. Они для того, чтобы не повторять очень много сертификаций, они сказали, давайте сделаем схему сертификации ФСС. Что это такое? Это ISO 22000 плюс ISO 22002. То есть там идёт система, которая внутри, если ISO 22000, система управления ХАСП, GHP, GMP, это Good Manufacturing Practice, Good Hygiene Practice, это хорошая гигиеническая практика, хорошая практика управления производством, то ISO 220002 – это расширенная программа предварительных условий. То есть вот именно система управления производством и система управления гигиеной, оно там более даётся расширенно. То есть вот эта схема сертификации ФСС 22000 во всём мире сегодня очень развита. Оно в 2008 году в Нидерландах находится штаб-квартира, и после этого вот последняя версия, там идут очень интересные вещи. Например, негласный аудит, то есть аудитор имеет право, не говоря вам, прийти и посмотреть, как вы производите пищевую тролльную закупку. Да, как вы производите продукты питания. Есть одно понятие тут вот в новой версии ФСС 22000 – контрольное несоответствие. То есть там уже время на исправление не даётся. Если они увидели, что вы производите опасную продукцию, они закрывают вам доступ, и даже если сертификат ранее был выдан, оно изымается на 6 месяцев. То есть они просто закрывают производство в соответствии со стандартами ФСС 22000. То есть это очень серьёзная в мире серьёзная проблема – производство пищевых продуктов, безопасных, так скажем. А у нас в стране много компаний, которые имеют такой сертификат? У нас, насколько я знаю, была одна компания по производству упаковочных материалов. И вот я была в проекте Европейского Союза, и мы там, Европейский банк реконструкции и развития, был проект. И там одна компания на севере вышла на сертификат ФСС 22000. Я очень была рада, что малый и средний бизнес смогли получить. То есть они сделали такую компанию, ну вот всё чисто, всё аккуратно, все должные обязанности правильно распределены, работа над командой. То есть настолько они смогли создать хорошую компанию, и они вышли на сертификат ФСС 22000. Если честно, я так счастлива, что они… Всё-таки наша таджикская компания вышла на этот уровень. А другие сертификаты, да, например? Другие сертификаты тоже есть. У нас ИСУ 22000 многие компании внедряют. Среди моих клиентов очень много компаний, которые вышли на сертификацию. ИСУ 9001 очень хорошо выдаётся. Вообще, знаете, я бы хотела отметить сегодняшний рынок, что таджикские компании, они понимают важность выхода на этот уровень. Но вот смотрите, это философия. Вы, когда выходите на ИСУ 9001, иногда покупатели, они нажимают, да, они говорят, мы у тебя продукцию не купим, потому что у тебя эта система не работает. Это хорошо, но с другой стороны, если компания сама ещё не дошла до этой философии, выстроить эту систему правильно, да, вот в соответствии с международными стандартами, это очень сложно. То есть покупатель, он требует, но они говорят, вот на ключ сделайте нам. Ну что такое на ключ? Это неправильное слово, да, это не ремонт квартиры, чтобы мы пришли на ключ сделали. То есть это сотрудники должны понимать, что они несут ответственность за выпуск качественной продукции. Поэтому мы приходим, мы на ключ ничего не делаем, мы начинаем с обучения. То есть мы говорим, что это вот такая система. Вы хотите этим заниматься? Если компания, они после того, как, например, клиенты начали давить, они сказали, нам это нужно. Но если компания увидела, что это им нужно, тогда это очень хорошо. Компании, значит, поняли, что это очень хорошая вещь, это очень хорошая система. А есть компании, которые сами изначально хотят делать всё правильно, без ошибок. Но вот работа с ошибками, вот здесь, знаете, очень интересная философия. Если ты сам начинаешь понимать, что ты делаешь ошибку и работаешь над ошибками, это всегда даёт хорошие результаты. Но если, когда уже ошибка вышла и уже на твой имидж повлиял, тут это очень плохо. Во-первых, вот получать свой имидж, это же не так легко, да. И ошибку говорят тебе извне, да, что у тебя там ошибка, это, во-первых, неприятно. Ты понимаешь, что ты там где-то что-то делаешь неправильно. Поэтому вот нельзя ошибку вот прям под ковёр прятать. Сделал ошибку. Надо этой ошибкой работать. Ну, все мы можем делать ошибки. Тут вот философия, как мы относимся к ошибкам. Если мы сами находим ошибки и говорим, вот каждый хозяин процесса, да, вот сидит сотрудник, он говорит, вот здесь у меня ошибка, нужно что-то оптимизировать этот процесс, тогда уже эта философия идёт правильно. А можно ли вот эту систему управления качеством, неважно, да, продукт, мы все производим продукцию, включая интеллектуальную. А как её внедрить, например, вот в интеллектуальный труд? Конечно, можно. Вот в компанию, например, ну, по производству, там, я не знаю, контента. Вот как наша, да, там. Конечно, можно. Вот смотрите, продукция, она осязаемая, да, есть форма, есть вид, есть запах, например, да. А интеллектуальный труд или услуги? Вы же не можете пощупать, да. Но там тоже есть система управления. То есть вы же для того, чтобы производить эти услуги или интеллектуальный труд, вы же работаете, вы выстроили систему управления. То есть у вас команда, вы распределили обязанности, это тоже система управления. Это как в семье. Каждый выполняет свою роль. Дети, например, мусор выносят, мама моет посуду, например, папа приносит из магазина продукты. У каждого свои обязанности, они нигде не написаны. Но обязанности, они распределены чётко, и семья продолжает жить. Это также и в командах, где производится интеллектуальный труд. Но тут оценка со спецификациями этого интеллектуального труда. Как его оценить? Как понять, что он качественный? Вот, например, я могу рассказать на примере нашей консалтинговой группы Камулот-1. В своё время мы очень много изучили систему, получили много сертификатов. И с чемоданчиком приходим в компанию. Вот мы говорим, мы такие крутые, да, вот мы такие специалисты. И никто не спрашивает наши сертификаты. А я так думаю, ну вы же должны спрашивать. Вы же не просто так у нас можете купить. У нас услуги не такие дешёвые. Они говорят, а у нас в Таджикистане всё это работает не так. Я говорю, а как? А мы спросили у других ваших клиентов, можно ли их купить. Они сказали, да, покупайте, они такие классные, они вам делают работу. То есть тут работает имидж, вы понимаете, да? Вы вот, как могут оценить ваш интеллектуальный труд? Вы можете посмотреть, как он влияет на жизнь ваших бенефициаров, ваших слушателей. Вот мы с вами говорили о KPI, да, как измерение. Я считаю, что вот когда мы начинаем работать над мышлением, даём тренинги, даём мастер-классы, и потом можно будет оценить через некоторое время, что изменилось в жизни этих наших клиентов или слушателей, как они использовали эти знания. Вот мы когда говорим о преимуществах стандарта ISO, есть такое стратегическое преимущество, когда преемственность знаний. В самой компании вы передаёте знания новым сотрудникам, и также вашим клиентам и бенефициарам. Вот этот интеллектуальный труд, он для чего вырабатывается, разрабатывается? Для того, чтобы вы изменили к лучшему жизнь слушателей. Вот ваши статьи, да, ваши подкасты, как оно будет влиять? Вот, например, от сегодняшней нашей беседы. Если бизнес что-то для себя возьмёт, вот результат нашей работы. А что даст этот сертификат, если мы получим за интеллектуальный труд? Давайте мы поговорим, что труд даст не сертификат, а система управления, которую они выстроили, да? Во-первых, это даёт организационное преимущество. Будет регулярный менеджмент, то есть он не будет хаотичный, а менеджмент будет регулярный, обязанности будут распределены, полномочия тоже. Процессы и функции, они будут взаимосвязаны. То есть какой-то процесс там, где-то здесь функция не просто так хаотична, они все будут взаимосвязаны. Далее высшее руководство будет высвобождено для стратегического мышления и для стратегических работ. То есть он не будет заниматься ежедневной работой, и у каждого, так как есть свои распределённые обязанности и полномочия, у топ-менеджмента будет время для того, чтобы мыслить стратегически. Это очень важно. То есть куда идти через лет, через пять, где вы будете, как выбрать тактику для того, чтобы достичь этой стратегии. Ну это же область консалтинга, нет? Это консультанты помогают. Вообще кто такой консультант? Это люди, которые помогают легче выстроить бизнес. То есть это эксперты какой-то области, они приходят, ну вот бизнесмен приходит, открывает свой бизнес, да, но он же не может быть профессором всех наук. То есть он знает что-то, его цель получить прибыль, делать деньги и получить прибыль. Но как это сделать? Например, в менеджменте, да, у него не всегда хватает знаний, и он может пригласить консультанта. Это консультант, мы, например, изучаем все международные и современные инструменты по управлению. Мы говорим, что есть вот такой механизм, есть вот такой инструмент, мы показываем бизнесу, они говорят, вот KPI, это тоже один из инструментов, очень удобный. То есть вы ставите показатели, и нужно, согласно этим показателям, смотреть, правильно ли мы идем к поставленной цели. Мы, консультанты, начинаем говорить об этих инструментах и помогать, если бизнесмен, он говорит, да, я хочу вот работать по этой схеме, мы тогда уже помогаем ему разрабатывать эту схему и внедрять. Вот консультанты — это эксперты, которые где-то помогают. Ну вот сейчас у нас в рамках проекта Европейского Союза по энергоэффективности мы так понимаем, что если нет на рынке консультантов или специалистов этой области, мы начинаем изучать уже новые инструменты, которые во всем мире сегодня очень актуальны. и вот готовим новую команду. Это не так легко. Это вот, знаете, годы нужны для того, чтобы мы поняли, что это дает, как это делает Таджикистан. Тем более у нас в Таджикистане, у нас свои правила, у нас свое видение, у нас свое общество. То есть нельзя повторять то, что делается. Например, у меня был один очень интересный учитель, он гуру менеджмента из Великобритании. Я когда слушаю его уроки, я понимаю, что это все повторяет в Таджикистане очень легко. Почему? Потому что у нас, во-первых, переход на период, у нас была плановая экономика, мы переходим на рыночную экономику, а у них эта рыночная экономика, ну, очень много лет уже идет, да, и повторять просто невозможно. Поэтому мы сидим с командой, мы говорим, давайте мы возьмем наши принципы, за основу нашей традиции. То есть мы не можем вот прям взять эту же модель, повторить у нас. Ну вот, Фарзун, если, к примеру, я производственник, да, я хочу получить сертификат ISO. Для этого мне необходимо обратиться в консалтинговую компанию, которая проведет, то есть… Консалтинговая работа. Там все, вот, то есть поможет мне, как бы, дойти до этого сертификата. Какой срок времени должен пройти, чтобы получить сертификат? Вообще, вот компании, они очень разные. Размеры разные, понятия разные, уровень сотрудников разный. Для того, чтобы выяснить, какой срок, делается диагностический аудит. То есть мы приходим в компанию, там очень много факторов. Мы начинаем оценивать эти факторы и выявляем, сколько консалтинговых дней нужно для этой компании, чтобы мы могли его подготовить. Но есть еще одно требование для прохождения сертификации. Там написано в этом требовании, что минимум три месяца внедрения. То есть вот, если будет меньше, чем три месяца внедрения, то это еще, как бы, говорит о том, что система еще не совсем полностью внедрена. То есть это и система документа оборота, и система обучения, и система получения, как бы, понятия, что такое система управления, да, в соответствии со стандартами ИСО. Поэтому мы начинаем от минимальных срок. Если вот компания, мы смотрим, что укомплектована в плане штата, в плане инфраструктуры, то мы начинаем, говорит, начиная от трех месяцев. Поэтому сроки внедрения, начиная от трех месяцев и далее. Вот есть компания, Шкода, вы слышали, они десятый год внедряют ИСО 9001. То есть совершенства нет конца. Но какой-то момент остановить, ну как остановиться? Вообще вот я считаю, что получение сертификата – это начало пути. То есть сертификационный орган, он приходит, он не говорит, что всё, ребята, останавливаемся, вот вы получили сертификат, дальше можно ничего не делать. Это мировая Шкода. Да. То есть она хочет выйти на внешние рынки, и, соответственно… Да, то есть они уже, наверное, и вышли, да, и давно экспортируют, но вот они у себя выстраивают вот эту систему очень долго. Вот я хочу сказать, что сроки, они разные. Ну, скажем, вот у меня ангар небольшой, ну там 200-300 метров. Там у меня стоит, я закручиваю там солёные огурцы. Ну, штат у меня там, скажем, оттуда морковку, отсюда. Ну, 10 человек у тебя. 10 человек, и один кабинет, где я сижу. Но, как бы, я закручиваю в банке, да, соответственно, мне нужно сертификат ИСО, чтобы выйти, как бы, на экспорт. Ну, по крайней мере, хотя бы, чтобы магазины покупали местные, да? Потому что… Нет, ну местные, да, покупают. И я прихожу к вам, вы открываете ангар, вот всё. Фарот, смотрите, вот формулировка цели. Для того, чтобы магазины купили вашу продукцию, вам ИСО нужно? Или для того, чтобы гарантировать безопасность вашей пищевой продукции, вам нужен сертификат? Для чего он вам нужен? Выйти на внешний рынок. Вы хотите экспортировать, да? Чтобы они купили. Хорошая цель. Значит, мы приходим, начинаем спрашивать, где вы закупаете сырьё? Как это сырьё выращено? Уровень пестицидов. Вот эти три группировки опасностей, мы начинаем смотреть, как вы управляете этими опасностями. То есть, когда приходит сырьё, там может быть вот эти патогены, вирусы, грибы, ну я не знаю, там… Мы начинаем задавать вопросы, мы смотрим, как вы выстроили работу с поставщиками. Потом мы спрашиваем, какие у вас сотрудники, вот кто у вас технолог. Мы смотрим на его образование, мы смотрим… То есть, мы смотрим, как вы создали этот бизнес. И начинаем писать пробелы, да? То есть, мы говорим, что вот здесь, например, у технолога не хватает знаний, компетенции. Потом мы смотрим вашу инфраструктуру. Вот мы говорим, что у вас инфраструктура не совсем отвечает, там, например, управление стеклом, чтобы не было физических опасностей, да? Или там стены не отвечают требованиям. То есть, там есть программа предварительных условий. Это основа и гигиеническая, значит, основа, да? Управление гигиеной. Мы вот это всё смотрим, говорим пробелы. И спрашиваем, например, Фархот, для того, чтобы выходить на стандарт ISO 22000, вам нужно время, во-первых, временные ресурсы, вам нужно повысить, например, потенциал ваших сотрудников, и вам нужно вложиться, вот именно, нужны финансовые средства, чтобы вы могли улучшить эту инфраструктуру. Мы смотрим с вами. Если у вас есть возможности, например, над всем этим работать, мы берёмся за заказ. Конечно, бывают случаи, когда, например, бизнесмен говорит, что у меня сейчас свободных денег нет, я, например, инфраструктуру улучшать не могу. И потом я отвечаю, что мы не можем выстроить систему, когда у вас, например, не совсем соответствует инфраструктуру. Например, потолок падает, или там контрольные критические точки, они не совсем можем их измерять, да, они все измеримы, у них есть лимиты. То есть мы начинаем говорить о требованиях международного стандарта ISO 22000. Но никогда мы вот такой большой крест не ставим. Мы говорим о сроках, о временных рамках, о деньгах, да, вот где это можно будет найти, какой период. И вместе начинаем работать. Бывают моменты, когда клиент приходит и говорит, я уже готов, я вот это сделал, я отправил своего технолога, он вот прошёл такие-то курсы, я отправил, например, своего логиста, он уже знает, как нужно закупать сырьё. И потом мы только начинаем, то есть вот что только анализ пробелов. Мы говорим пробелы и говорим время, деньги, что вообще нужно для того, чтобы быть готовым к внедрению стандартов ISO. То есть это не такая простая работа. Это труд, это вот для того, чтобы, вот помните, у нас в советское время был отдел ОТК. Вот что делал ОТК? Он как бы брак, бракованную продукцию изымал. А что такое бракованная продукция? То есть это уже там вложен труд, вложены материалы. Вот система управления в соответствии с стандартами ISO, они делают так, чтобы не было этой бракованной продукции. Нулевой дефект, говорят японцы. То есть изначально работу построить таким образом, чтобы не было этого брака. Бережное производство. Да, бережное производство. Поэтому мы изначально работаем вот сначала цепочки, по всей цепочке, чтобы не было в конце концов вот этого брака. То есть отдел ОТК, это одна из функций, но это не как бы не основа. Тут работаешь полностью над всей цепочкой, чтобы не было вот бракованной продукции. Вот для того, чтобы выходить на экспорт, почему они требуют ISO 22000? Потому что они хотят, чтобы вы гарантировали. Вообще сертификация – это гарантия того, что вы выпускаете безопасную еду. Вот без сертификата вы тоже можете сказать, что у меня есть стандарт ISO 22000. Он может, покупатель может делать аудит второй стороны. То есть нет сертификата, то есть вы аудит третьей стороны не делали. Он может сам прийти и посмотреть, как вы выпускаете продукцию. Я, например, 7 лет была аудитором и третьей стороны, и второй стороны. То есть заказчик говорил, Арзон, пожалуйста, идите, смотрите, как они выпускают, только после этого мы можем делать контракт на покупку этого продукта. Мы приходим как от имени компании, которая закупает, хочет закупить, смотрим систему управления, пишем отчет. Мы говорим, вот они вот так. И на основании этого отчета компания решает, покупать им эту продукцию или нет. Очень важно вообще, и как бы уделяется большое внимание зеленой экономике. То есть вы как раз уже говорили об энергосбережении. У нас нет пока специалистов таких, которые могли бы... Очень мало их. Очень мало, да, работать в этом направлении. Но тем не менее, например, в России внедренная система менеджмента экологического, она дает ряд преимуществ. Например, уже на уровне той же России они там определяют, что если есть система экологического менеджмента, то у тебя больше преимуществ в тендерах, у тебя какие-то определенные льготы от государства и так далее. Вот как быть с этим? Насколько важно это сейчас внедрять? И наши местные компании начали уже это делать. Спасибо, Зиба, очень хороший вопрос. Ну, смотрите, что человечество сегодня творит с нашим земным шаром. Мы начали перепроизводить. Вот приходишь на рынок, столько товара, да, или приходишь в магазин, супермаркеты. Вот это все можно съесть, например? Невозможно. Оно лежит, да. И вот маркетинг. Вот сегодня наши маркетологи, да, это такая же сложная задача. Миллион разновидностей, и это все надо предложить и продать. А все это покупается? Нет. Это все идет на переработку. То есть что происходит с земным шаром? Он начинает перепроизводить. Человечество при этом начинает себя загружать вот этим мусором, который, ну вот пластик. Сколько лет нужно, чтобы он разлагался? Миллион лет. Вы представляете, вот те пластики, которые вот мы начали производить, и весь мир сегодня вот в пакетах мы ходим, миллион лет нужно. Я была в одной международной школе, это дальние зарубежья. И я там посмотрела, что дети начали делать проекты. Переработка мусора. Во-первых, переход на бумажные пакеты, на тряпочные пакеты, которые много раз можно стирать. Ну помните, раньше у нас были, да, авоськи, которые, да, вот с одной авоськой сеткой вытащил, да. Этот пластик, ну, собирайте, я видела океан индийский, где весь этот мусор собирается, и там невозможно, рыбы умирают, да, и все эти проблемы у нас, экологические проблемы, и этот орал, и вообще вот воздух, который мы дышим. У нас сегодня очень много заболеваний, по-моему, аллергии, какие-то вот новые заболевания пошли, да, вот воздуха не хватает, у всех одышка. Откуда это? От того, что мы, вот эти парниковые газы, да, использование, вот автотранспорт, эти пробки, вы думаете, это просто так? Это же каждый день мы губим свою жизнь, свое здоровье. Поэтому сегодня многие страны, многие правительства, они сказали, нет, давайте будем переходить на зеленую экономику. Что это такое? Хватит вырубать деревья, давайте будем выращивать здоровую еду, здоровые продукты, давайте будем отказываться от химии. Что это такое? Система экологического менеджмента. Во-первых, в каждой стране есть законы по охране окружающей среды. Еще есть международные конвенции, которые расписаны для того, чтобы весь мир им следовал. И вот исполнение, во-первых, ставить задачу, цели, политику по охране окружающей среды, исполнение этих законодательных требований своей страны и международных, оно является требованием системы экологического менеджмента. То есть каждая компания, каждая организация, перед тем, как начинает свою деятельность, оно смотрит, какие аспекты, экологические аспекты у него будут и какое влияние оно будет иметь на окружающую среду. А в Таджикистане так? В Таджикистане, вот смотрите, вот, например, чем мы сегодня занимаемся. Мы используем электроэнергию, звуковые, да. Мы же думаем, вот вокруг нас есть дома. Как наш звук, наша вот эта звукоизоляция, да, не будет мешать окружающей среде, людям. Или вот, например, те компании, которые используют ядохимикаты для выращивания своих продукций, да, они тоже должны знать, куда они будут утилизировать посуду от этих ядохимикатов, куда будет стекать вода, которую после использования на земле этих ядохимикатов, эта вода куда будет идти. То есть вот влияние на окружающую среду. Вот Таджикистан, он сегодня не совсем ещё, мне кажется, ну мы вот, ну Таджикистан, то есть мы, мы ещё не совсем сегодня осознаём, что происходит с окружающей средой. Но вот многие страны, очень развитые страны, они уже понимают, что дальше так идти нельзя. Вот крупные мировые города, они понимают, что людям дышать тяжело, этот смог над городами, да, и они начинают думать о новых технологиях, именно о тех технологиях, для транспорта, например, вот этот ЭКО-4, да, вот как он называется, я не вожу машину. Европять. Европять, да. Они для чего это всё? Для того, чтобы фильтры были хорошие, для того, чтобы воздух не загрязнять, и людям... Это влияние на окружающую среду. Это оценка тех аспектов, которые у нас есть, на окружающую среду. То есть это на землю, на воду, на флору, фауну, на воздух. Как мы влияем? Вы сейчас, когда приводили пример, ой, я до химикатах, я сразу вспомнила, как мы перешли на энергосберегающие лампы, и никто не позаботился о том, куда будет вообще... Утилизироваться. Утилизировать эти лампы. И предприятий до сих пор нет по утилизации ртутных ламп. Вот этот вопрос... Вообще, вот знаете, у моих консультантов и у меня у самой очень гражданская позиция активная. Когда у нас был один заказ, ИСО-9001 внедряли мы в заводе по производству лампочек, первый вопрос, который я поставила, где у нас инструкции по утилизации энергосберегающих лампочек? Потому что его в мысорку выбросить нельзя в открытую. Потому что от него идут драковые заболевания. Я, значит, пришла в Министерство промышленности и энергетики, тогда он так назывался, спросила, есть, оказывается, такие инструкции? А теперь вопрос, как оно исполняется. Инструкции есть. Я пришла в наше ЖУ, где я живу. Я спросила, покажите инструкцию, как нам нужно утилизировать перерабатывающие лампочки. После их же есть эти контейнеры, но они закрытые на ключе, и они такие тяжелые, даже если открытые. Вот мне, как женщине, его тяжело поднимать. То есть они сделали все правильно. Но там нужно кармашек или что-то, чтобы мы могли выбрасывать элементарно. То есть поднимать эти крышки я не могу. То есть у нас... Вы в районе еще живете? У нас тоже такое есть. А у нас нету, я не видел. Красного цвета. Да, 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 они есть. Мне просто, Зимош, вы понимаете, мы еще должны как-то внимание обращать, что у нас это все делается. Даже у нас вот сейчас урны, они там, знаки есть, где для разработки, для пластика, для стекла, да? А вы думаете, мы все понимаем, куда мы выбрасываем, и что мы выбрасываем, куда выбрасываем? Нет, мы не все понимаем. То есть тут идет, должна идти работа над нашей информацией, вот мои дети тоже не понимают, потому что у меня времени нет сидеть и им это все объяснять. То есть я думаю, что это должно быть в школьной программе. Мы дома должны при воспитании это... Вот как мы светофор, да, переходить дорогу. Мы же элементарным вещам обучаем наших детей. Это тоже элементарно. Как мы влияем на окружающую среду. Но это, наверное, очень большие затраты на это будут. Почему? Это мышление. Ну, инструкцию разработать, ну, там сели, напечатали. А вот теперь эту инструкцию довести до людей. Дали деньги, сделали урны. А информирование... Вот СМИ, роль СМИ, мне кажется, здесь очень важна. Вот мы же говорим о электроэнергии. Идут ролики. Это очень правильно. Вот мы когда смотрим, я вот по центру прохожу, идет ролик, да, как нужно экономить электроэнергию. Так же нужно не выбрасывать мусор. Выбрасывать мусор правильно. Вот правильно утилизация. Это знаете, какой вопрос. Мы даже не могли наш продукт национально продавать из-за того, что мы не утилизируем, значит, посуду от ядохимикатов. И у нас вообще мы ратифицировали Стокгольмскую конвенцию по ядохимикатам. Мы тоже не знаем, какие ядохимикаты идут. Над этим вопросом наша группа очень долго работала. И рабочие группы ее созывали. И Спи-сигнал в той же день и правительству там тоже мы работали. То есть, понимаете, очень много вопросов. Я сейчас не хочу останавливаться вот на технических моментах. Очень много у нас вопросов, которые нужно решить. Также по антибиотикам, которые мы даем животным. Этот список утвержден. Вот несколько раз я обращалась в международные организации, чтобы они нам помогли, чтобы мы в Таджикистане. То есть мы ратифицировать, ратифицируем. А как мы дальше ведем себя? То есть, во-первых, тут и гражданская инициатива, как мы себя ведем. И во-вторых, значит, как мы исполняем законы Республики Таджикистан, а также международные конвенции. То есть, в принципе, пока местные компании еще не осознают о том, насколько важно. Может быть, где-то нам повезло. Вот смотрите, нам повезло, что у нас вода хорошая. У нас воздух чистый. Пока. А куда мы идем, мы не понимаем. Вот сегодня вот эти пробки, транспорт сегодня в городе Душамбе уже начинает, мы как бы начинаем задумываться. Например, некоторые страны, как Сингапур, они сделали 400 раз дороже таможенной пошлины для того, чтобы не привозилось так много автотранспорта. и сделали общественный транспорт как бы очень доступным. Сегодня, слава Богу, у нас наш мэр города работает над улучшением города. Сегодня у нас общественный транспорт есть хороший. Но, тем не менее, каждый из нас хочет иметь собственную автомашину. А к чему это приводит? Потому что город, он не рассчитан на такое количество, например, транспорта, а дышать чем? То есть нам где-то повезло, что у нас есть еще ресурсы как бы неискончаемые, да? Но нужно же думать, что аж завтра нашим детям что останется, какую землю мы им оставим. Энергозабережение – это же тоже ведь один из систем экологического менеджмента. Конечно, это правильно оптимизированная система по управлению ресурсами. То есть как мы используем ресурсы? А к этому почему такой повышенный интерес вдруг проявился? А пока к другим аспектам, да, по той же утилизации нет. То есть смотрите, тут все взаимосвязано. Во-первых, для того, чтобы правильно использовать ресурсы, мы должны подумать о мусор, с мусором что мы будем делать. То есть этот мусор, он же будет собираться, поэтому безотходное производство есть такое понятие. Мы должны подумать, вот изначально, то есть планировать, вот в каждой системе вот планирование – это вообще очень важная часть. Например, есть такие ведущие компании, как Zara, да? Они сегодня уже вот пуговицы. Они делают так, чтобы их можно было легко утилизировать, чтобы они могли быть как бы при переработке или их нет. То есть они делают такие очень простые, кроют такие виды одежды, чтобы не было мусора. То есть сегодня вот я изучала вопросы мусора по текстилю, потому что Международный торговый центр заказал серию тренингов по системе экологического менеджмента. И я изучала, как красивые вещества влияют на нашу воду, куда вообще уходит весь этот мусор одежды, где они собираются. Вот Бангладеш, да? Я вот видела очень страшные картины. То есть сегодня мы, когда говорим об энергосбережении, мы говорим о том, что его влияние дальше мусора на окружающую среду. То есть как мы грамотно должны организовать наш бизнес. Даже элементарно офис. Если мы каждый день будем печатать, например, бумаги, да? Можно же работать на электронном формате? Зачем его нужно печатать? Во-первых, это пар от того, что мы используем компьютер и принтер, электроэнергия, бумага, сколько деревьев надо вырубать. То есть, понимаете, вот переход на электронные форматы, это как хорошо, удобно. Но при этом мы же тратим электроэнергию. Ну тут уже мы деревья зато бережём. Я всё-таки не могу понять. Но всё равно без бумаги. Да. Энергосбережение и мусор. Связь. Как это связь, да? Вот смотрите, мусор — это влияние на окружающую среду. Да. Когда мы ресурсы бережно используем, то и мусора будет меньше. То есть оптимизировать процессы таким образом, чтобы с наименьшими ресурсами получать хорошую прибыль. Ну давайте элементарно. Вот я видела, как выводят токсины из лука-анзур. Это горный лук, который очень вкусный, когда уже процесс приготовления. Там идёт 40 дней, значит, ложат в солёную воду. И 40 дней нужно менять эту воду каждый день. Вот за счёт чего мы можем тут экономить? Смотрите. Смотрите, куда идёт, во-первых, эта солёная вода? Натрий хлор. Он с HO2, значит, перемешается. И куда идёт эта солёная вода, которая каждый день должна стекать? В почву. Вот уже первое влияние на окружающую среду. Потом каждый день нужно менять воду. 40 дней. Поэтому вот мы работали с одним международным консультантом и долго думали, если, во-первых, калибровать этот лук, одного размера сделать. Во-вторых, сделать трубы, которые вот булькают, и они начинают быстрое движение вот этого натрий хлора с HO2, да? То есть вот этот вывод токсинов из горного лука, оно происходит быстрее, если сделать трубочки вот прям в середину ванны. И может быть уже тогда не за 40 дней, а может быть за 20 дней. То есть это должно быть научно обосновано, во-первых. И во-вторых, мы там меньше будем, как бы два раза меньше воды использовать, два раза меньше соли, два раза меньше влияния на окружающую среду. То есть, понимаете, вот если нам работать везде над технологиями и поставить такие технологии, которые бы привели к меньшим затратам ресурсов. Так, Анзур токсичен. Нет, он был токсичен, а вы покупаете нетоксичный. Нет, конечно, да. То есть если я его просто сорву в горах, чтобы что-то с ним делать, мне нельзя его потреблять. Ну, конечно, нельзя. Я не смогу его кушать. Нет, вообще, там очень опасный яд. Вы что? С ума сойти. А вы что, не знали? Нет, я не знала, на самом деле. Там очень опасный яд, я сейчас его не повторю, название этого яда, но это вот научная работа должна вестись. Фарсон, как вы в целом можете оценить ситуацию с внедрением систем менеджмента качества в Джекистане? Компании готовы. Я вообще оптимист, я вообще удовлетворительно отношусь к тому, что у нас происходит, потому что компании идут к улучшению, и они уже начинают понимать, что такое система управления, и вообще они понимают, что есть стандарты, которые можно внедрить в этом направлении. Компании уже, экспорт у нас всегда был и дальше развивается, и у нас правительство даёт хорошие стратегии по расширению экспорта, по продвижению экспорта. Я думаю, что у нас замечательно всё, и дальше будет идти хорошо. Я вообще не вижу, что у нас где-то что-то хромает. У нас все условия для того, чтобы мы делали бизнес, все условия для того, чтобы мы экспортировали, но каждый человек должен оценить свой потенциал и свои возможности, и нельзя вот просто опускать руки, где-то там, ну да, переходной период, ну да, мы переходим, ну у нас молодая, бывают ошибки. Да, у нас молодая, независимая страна, но мы должны смотреть, есть какие возможности. Вот возможностей очень много, и я думаю, что сегодня компания очень хорошо понимает эти возможности и идёт хорошо. Спасибо большое. Подкаст финансируется при поддержке правительства Швейцарии. Мнение экспертов в подкасте может не отображать позицию донора. Спасибо. Спасибо. Спасибо.